Круглый стол Лидерами движения общественной поддержки округа Сергея Мариновского, Александра Якушина, Владислава Мирзонова, Руслана Шаипова, Алексея Федорова, Сергея Муханова, Марину Гаврилову и Ирину Шишнину. Напомним, что движение было учреждено на заседании Совета директоров городского округа Химки после серии собраний в первичных отделениях партии «Единая Россия» и в трудовых коллективах. Мне лично очень приятно и отрадно понимать, что в нашем городе живут неравнодушные люди, которым не все равно, что будет завтра, не все равно, что будет в нашем городе. И в каком городе живем мы и будем жить, и в каком городе будут жить наши дети. Помимо партий и трудовых коллективов, сейчас к движению присоединяются общественники и активные жители со всего города. Очень обрадовались этому движению, этому проекту. Почему? Потому что каждый нашел какое-то свое занятие. Не сидит только дома, с внуками или на кухне. Сегодня в рамках движения выдвинуты уже почти полторы тысячи инициатив. Все они размещены на сайте хиш.онлайн. Сегодня самое основное – это проголосовать за социально значимые инициативы. Те проекты, которые получат наибольшее количество голосов, те и будут реализованы. Жители городского округа активно предлагают свои инициативы, направленные на благоустройство и развитие химок. Особенно остро стоит вопрос строительства образовательных учреждений, спортивных и культурных объектов. Наиболее яркие и значимые социальные проекты – это, конечно, строительство школы в районе Подресского, это, конечно, строительство детских садов и физкультурно-оздоровительных комплексов на всей территории городского округа Химки. Еще одна важная инициатива – это программа «Дворовый тренер». В 2009 году ее предложила олимпийская чемпионка депутат Государственной думы Ирина Родина – один из лидеров движения общественной поддержки. В рамках программы дети смогли заниматься спортом во время летних каникул. Программа вырвалась в федеральный проект и сегодня реализуется более чем в 70 регионах России. Дальше уже родились программы – это реконструкция спортивных залов сельских школ, а теперь уже это и школы малых городов, и поселков городского типа. То есть это более 10 тысяч спортивных залов отстроено, эта программа продолжается, вернее отремонтирована. И возобновилась программа строительства быстро возводимых спортивных объектов. Химки интересно жить с каждым днем набирает обороты. За время своего существования проект превратился из площадки для голосования за мастер-классы в движение общественной поддержки социально значимых инициатив, которое объединило более 50 тысяч неравнодушных химчан. Редактор субтитров А.Семкин